Сегодня президент Фиде Аркадий Дворкович дал пресс-конференцию в Хантывансийске. Отмечу, это первый его визит в Югру в качестве руководителя Международной шахматной федерации. О том, как в округе готовы к мировому турниру и что думает об этом президент Фиде, в сюжете Анны Ашуркевич. Здесь, в знаменитой шахматной академии, уже завтра пройдет первая игра чемпионата мира по шахматам. Здесь нашим спортсменкам и стены помогают. В прошлом году женская сборная России одержала триумфальную победу в командном чемпионате мира. От нашей сборной на этих соревнованиях тоже ждут побед. Собственно, для турнира уже все готово. Флаги отглажены, электронные доски подключены, камеры для трансляции выставлены. Президент Фиде убедился в этом лично. Перед началом турнира Аркадий Дворкович побывал в шахматной академии. Дорожки мы постелили, чтобы тупых каблуков не было слышно. Кстати, это первое крупное международное соревнование в России, которое принимает Аркадий Дворкович в качестве руководителя Международной Федерации шахмат. Он вступил в эту должность всего два месяца назад в Батуми на Всемирной Олимпиаде. Мы испытываем полную уверенность в том, что нынешний турнир, нынешний чемпионат мира среди женщин будет организован на самом высшем уровне по самым высоким стандартам качества для всех участниц. Предыдущие турниры это хорошо доказали и уроки, извлеченные из предыдущего опыта, также учитываются при организации нынешнего соревнования. В этих соревнованиях примут участие более 60 спортсменок, почти из 30 стран. Россию представляют сразу 10 участниц, в том числе и югорчанка Ольга Гиря. Это не такой турнир, когда ты планируешь, какие у тебя соперники будут в будущем и с кем будет сложнее играть, потому что нужно начинать хорошо играть в самой первой партии. Поэтому я готовилась в основном, конечно же, на свою первую противницу из Китая. Это достаточно сильная шахматистка, она за сборную у них играла сейчас на Олимпиаде, когда они победили. Поэтому стараюсь смотреть так, шаг вперед, и потом будем дальше уже думать. А этот сеанс одновременной игры для Ольги стал тренировкой перед началом турнира. Югорская шахматистка сыграла с полицейскими. Как признали сами стражи порядка, они чувствовали себя неуверенно с таким соперником. В детстве играл, чувствую себя неуверенно. Сейчас посмотрим. Пока отбиваюсь. Полная концентрация над шагом, над доской, поэтому окружающие уже не волнуют. Даже не важно, что играете с госмейстером? Ну, это имеет, конечно, значение большое. Но стараюсь эти мысли отбросить, чтобы получше. Кстати, это не единственный турнир, который пройдет одновременно с чемпионатом мира. Еще в это же время параллельно пройдут еще три соревнования, которые будут проведены в Центре зимних видов спорта, в медиа-центре шахматные. Это открытый турнир по шахтам Югра 2018, 14 кубок губернатора, 1-й этап Кубка России и кубок Югры по быстрым шахматам. Поэтому и у молодых игроков будет время и посмотреть игры, самим сыграть и, наверное, пофаратироваться с кумирами. Ханты-Мансийск – признанная столица шахмата. Югра уже принимала интеллектуальные баталии самого высокого уровня. Теперь будем надеяться, что это поможет нашим спортсменам подняться в очередной раз на пьедестал почета.